Сегодня мы проводим конференцию, посвященную столетию геноцида армян в Османской Турции и наследию армянской в Молдове. Несколько слов по порядку проведения конференции. Во-первых, я попрошу выключить телефоны, либо убрать звук, для того, чтобы нам было комфортнее работать. У участников конференции есть план проведения, мы постараемся его придерживаться и построим таким образом, что после первой 2.15 работы, 2.15 минут, у нас был кофе-перерыв. Те, кто будет выступать, я буду представлять каждого выступающего. Мне хотелось бы сказать, что здесь есть много людей заинтересованных. Я от имени организаторов этой конференции благодарю их за то, что они пришли сегодня и принимают участие в нашей конференции. Поэтому разрешите предоставить приветственное слово заместителю директора бюро межнациональных отношений госпожа Лера Петухов. Спасибо большое. Уважаемые господа, дорогие участники конференции. Мне очень приятно быть вместе с вами участником конференции, которая посвящена 100-летию геноцида, 100-летию истории армян. И вдвойне приятно, что армянская диаспора Республики Молдова сегодня пригласила нас. И вместе со мной здесь присутствуют лидеры однокультурных организаций, за которые я очень благодарю за их присутствие и участие в данной конференции. Потому что таким образом мы поддерживаем друг друга, таким образом мы имеем возможность сохранить те традиции, ту историю, которая очень дорога каждому этносу, проживающей в Республике Молдова. Мне очень приятно отметить, что армянская община Республики Молдова выбрала именно такую структуру празднования или отметить 100-летний юбилей и именно научную конференцию. Потому что в этом зале, я не постесняюсь сказать, находится интеллигенция, которая имеет что сказать и умеет чему-то научить подрастающее поколение. Умеет сделать правильные выводы для армян, которые живут в Республике Молдова, как нужно относиться к своей истории. Я приветствую здесь научных сотрудников, директоров музеев, которые сохраняют и крупицами собрали музей, который говорит об истории. Я в двух словах хотела сказать, что и моя семья имеет причастность к геноциду. Я очень редко об этом говорю, но мой дедушка, будучи ребенком вместе со своей семьей, был изгнан через Польшу. Они въехали в Бельце, где часть армянской диаспоры убежала от тех страшных дней. И мы все время удивлялись, почему дедушка очень мало рассказывает именно, ведь он был ребенком, который очень хорошо запомнил всю эту историю. И только однажды он сказал, наши родители даже не учили нас языку. Они боялись, чтобы мы, дети, не общались на армянском, чтобы нас не нашли и нас не уничтожили. Они боялись показывать свою культуру, традицию. И именно вот эту боль он пронес через очень многие века. Я помню слова моей мамы, которая помнит вот ту диаспору армянскую, которая восстановилась в Ханчештах, потому что я сама родом из Ханчешт. Вот в том красивом кладбище, которое было уничтожено во время немецкой пациент. Именно о той культуре, которую Манукбей хотел показать через армянскую диаспору. И я сегодня, почему сама изъявила желание по приглашению, спасибо организациям, быть, сколько мне позволит времени, быть на конференции. Именно услышать исторические данные, услышать исторические ценности, которые сегодня, я думаю, прозвучат. Я благодарю организаторам и желаю всем нам, чтобы мы провели очень достойную и очень познавательную конференцию. Спасибо. Спасибо. Я передаю слово доктору политических наук, декану факультета международных отношений, господин Солкан. Спасибо. 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 В армянском народе это трагедия, которая в той или иной мере, к сожалению, история проходила в других формах, под другими лозунгами. История нас еще учит, хотя что правы и те, которые говорят, что история нас ничего не учит, к сожалению. Что вообще-то вся история, это не иначе, как борьба с какими-то инстинктивными порывами человека. И основные эти порывы, которые, когда выклескивались в общественном пространстве, они основывались на каких-то инстинктивных человеческих характеристик, как религиозные, классовые какие-то или национальные. Это самые низкие, какие-то очень возвышенные чувства у каждого народа. Но часто многие политики именно этих, они эксплуатировали и, к сожалению, на них очень строили себе какой-то капитал и старались, стремились как-то легитимизировать свое присутствие на политическом олимпе. Мы были, история нам показывает очень трагические события, связанные с религиозными, этническими и классовыми такими трагедиями, которые распространились на многие группы людей. К сожалению, можем говорить, что и у молдавского народа очень много общего, потому что, может быть, не в такой форме, не в таких, может быть, масштабах. Но, по-моему, историкам еще предстоит показывать истинную историю, которая происходила с депортациями, которые разрушали семьи, разрушали судьбы. И с голодом, который в какой мере он был организован, в какой мере был естественен, история еще должна сказать свое слово. Поэтому именно в таком ракурсе я рассматриваю нынешние события, потому что мы историю должны знать, чтобы почтить память тех, которые пострадали, память наших предков. И еще тому, чтобы, не дай Бог, повторилось вот эти события. Дело в том, что, как я отметил, вот вся история нас улучшит, что происходит, должна происходить борьба между этими инстинктивными порывами человека и теми образовательными факторами, которые не позволяют или которые препятствуют этим порывам. Среди них это, конечно, воспитание, это культура. Поэтому мы должны изучать, должны знать вот эти события, чтобы не повторить. И еще вот третий элемент очень важный. Я бы назвал вот это, вот в вторую часть моего приветственного слова, назвал бы это демократические ценности, которые, я говорю уже, справа человека, толерантность, диверситетия. И третий элемент, который очень важен, ставит очень актуальным в нашей дискуссии сегодняшней, тема конференции, это актуальность или, по-русски звучит по-другому, провокация или контемпорация, но это не провокация, как бы перевод. Вызовы, да, новые вызовы, потому что мы видим, что, к сожалению, 25 и 21 век, но человечество еще, по-моему, не все уроки выучило, еще показывает, что в человеке есть еще эти разрушительные порывы. Мы, по-моему, мы должны это изучать, чтобы, не дай Бог, не повторились. Мы видим тот контекст геополитический, в котором мы находимся. Мы видим, как легко с помощью уже новых средств пропаганды можно людей, среди людей сеять и тоже ненависть, и разделение людей вместо того, чтобы строить эти масты. Поэтому я хочу еще раз приветствовать всех участников конференции и пожелать успехов. Для нас это будет очень интересно, потому что очень многие страницы данного события, очень трагического, остаются для нас, но еще неизвестными. Поэтому я думаю, что конференция сыграет большую роль нижняя, дабы и в таком познавательном плане, кроме очень важности своей, я вижу, как моральной и человеческой чтение памяти тех, которые пострадали. Успехов участников конференции желаю. Спасибо. 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 Пожалуйста. Хорошо. Уважаемые гости, уважаемые участники конференции, я забыл сказать о том, что предлагаю такой порядок, чтобы вопросы и дискуссии мы отнесли на конец конференции, для того, чтобы доклады проходили по тому графику, который мы наметили. Здесь присутствует много приглашенных представителей общения, специалисты по истории. Доктор Степанев присутствует здесь, Калина Карушанова присутствует, доктор Новгород Крабаков присутствует. Я всех не могу представить, когда мы будем обмениваться впечатлениями, мыслями своими. Давайте это сделаем в конце. Итак, я хотел бы представить вам некую ретроспективу тех событий, которые происходили ранее. Наша конференция проходит именно в дни, которые принято считать столетиям тех трагических событий, которые происходили в Османской империи. Проходят мероприятия во всех, наверное, странах мира, в учебных, научных заведениях, в церквях проходят, так как в Сорбоне проходила конференция под протекторатом премьер-министра и президента Республики Франции. И мы вспоминаем эти события не только потому, что армяне жили по всему миру, мы вспоминаем эти события, и это происходит во всем мире, потому что эта часть истории стала частью истории сотен миллионов людей, той раны, которая не зажила до сегодняшнего дня. К сожалению, сегодня очень многие воспринимают события, как события одномоментные, которые произошли в 1915 году. Позвольте мне дать краткую ретроспективу этих событий. После победы России над Османской империей в феврале 1978 года был подписан Сан-Стефанский мирный договор с Россией, где в 16-й статье поднят вопрос о проведении административных реформ в Западной, то есть в Турецкой части, там, где издревле тысячелетиями жили армяне. На Берлинском конгрессе в том же году, в 61-й статье, трактат вопрос армянских реформ передавался под контроль шести европейских держав. Но, к сожалению, как часто бывает в жизни, расхождение между интересами этих держав не позволило добиться реформирования управления Турецкой Арменией. Из-за этого впоследствии резко ухудшилось и без того нелегкое положение армян в Османской империи. После завершения Берлинского конгресса стало понятно, что власть и султан не намерен проводить эльфору. Более того, в районах, в которых массово проживали армяне и другие христианские народы, стали переселяться мусульмане с Балкана, с Кавказа, Курды, и с года в год усиливались поборы с армянского населения. То есть те же налоги собирали несколько раз в год и многие другие повинности несли, но мы знаем, как это было в истории Молдавского государства. Восстание армян Сасуна в 1894 году, я подчеркиваю, эти события происходили не в 1915 году, а в 1894 году. Было вызвано желанием Османской империи ограничить такой полуавтономный статус этой области. Власти спровоцировали столкновение армян с курдами и при подавлении восстания турецкими войсками и отрядами курдов, разорение деревен Сасуна было убито более 20 тысяч человек. Пик армянских погромов пришелся на период после демонстрации в сентябре 1895 года в районе турецкой столицы Пап-Али, где была расположена президенция султана. Вслед за ней последовал разгром, погром, погибло более двух тысяч армян. Начатая турками расправа в Константинополе вылилась в тотальную резюмю армян по всей Малой Азии. В целом, по свидетельству исследователей, за 1894-1896 год в Османской империи было уничтожено около 300 тысяч христиан. В основном это армяне, а также ассирийцы, греки, отчасти болгария. Правлением султана Абдул-Кабида II была недовольна и турецкая буржуазия, и часть офицерства, которые создали тайную организацию, которая впоследствии стала основой партии «Единение и прогресс», также называвшейся «Младо-Турецкой». В начале XX века в борьбе с султанским режимом участвовали не только офицеры Османской империи, а также множество организаций национальных меньшинств – армянских, греческих, арабских, албанских, македонских, болгарских. В конце 2008 года произошла «Младо-Турецкая революция». Лозунги «Младо-Турок» о всеобщем равенстве, о братстве народов империи нашли самый широкий отклик среди национальных меньшинств империй. Но, к сожалению, эйфория армян длилась недолго. Мятеж, который подняли сторонники султана в марте 1909 года в Константинополе, совпал с новой войной антиармянских погромов в Киликии. Первый погром начался в Адане, затем погромы перекинулись на другие велоеды, на другие города. Итог резни в Киликии – 30 тысяч человек погибло. Исследователи придерживаются мнения, что организаторами резни были «Младо-Турки» или, по крайней мере, «Младо-Турецкие» власти этого аданского велоеда. В 1909-1910 годах по всей Турции прокатились погромы и других национальных меньших. Как я уже говорил, греков, ассирийцев, болгар, албанцев и других. Современные турецкие и бортурецкие авторы, пытаясь оправдать политику «Младо-Турок», говорят о том, что уничтожение армянского населения Османской империи связано с тем, что армяне симпатизировали русским и якобы готовили восстание в турецком тылу. Факты же говорят о том, что уничтожение готовилось задолго до войны, а война лишь предоставила «Младо-Туркам» удобный случай беспрепятственно осуществить свои планы. Было развито движение, бурная антиармянская деятельность. В октябре 1914 года Османская империя вступила в Первую мировую войну на стороне Германии. Боевые корабли турок под командованием немецких офицеров совершили нападение на Одессу. В ответ 2 ноября Россия объявила войну Турции, и в свою очередь Турция была объявлена в джихад против Англии, Франции и России. Положение армянского населения еще более улучшилось каждый днем. Турецкое правительство без предъявления каких-либо доказательств обвинило армян в подготовке восстания. В то же самое время, когда турецкое общество Красного Полумислица на добровольное пожертвование армян строило для турецкой армии в госпитале, в воинских частях были проведены показательные казни некоторых военнослужащих армян. Большинство призванных в начале Первой мировой войны армян были отправлены в специальные рабочие батальоны и впоследствии уничтожены. Это сок наций, самые молодые, самые талантливые люди. В начале декабря 1914 года, после того, что Османская империя потерпела сокрушительное поражение на Кавказском фронте, потери составили около 70 тысяч человек, они были вынуждены отступить. И параллельно с этим во всей стране продолжались армисти видных армян, нападения на армянские деревни. И к весне 1915 года геноцидальная машина глада турок заработала на полную мощность. В первых числах апреля началась резня в городе Ваня. В мае передовые отряды русских войск и армянских добровольцев отбросили турок и сняли осаду. Тем временем в Константинополе начались массовые аресты видных армян, интеллектуалов, предпринимателей, политиков, религиозных деятелей, педагогов, журналистов, членов Парландии. Только в ночь на 24 апреля 1915 года в столице арестовали 250 человек, а всего в течение недели более 800 человек. Большинство из них позднее были убиты в тюрьмах или по дороге в сел. Параллельно продолжались аресты и уничтожения армянских лидеров по всей стране. В начале лета началась массовая депортация армянского населения в пустыне Междуречья. Почти во всех случаях власти действовали по одинаковой степени. Отделяли мужчин от женщин и детей. При первом удобном случае расправлялись с мужчинами. Женщин и детей отправляли дальше по пути следования в пустыню. В дороге многие погибали от голода и болезней. Колонны постоянно подвергались нападениям курдов. Девушек похищали или просто покупали у конвоеров. Те, кто сопротивлялся, лежалостно убивали. До места назначения доходила лишь мизерная часть депортира. Но и ждала смерть, голода, жажда и болезни. Имущество армян поначалу разворовывалось, просто разворовалось местными властями, жандармами, соседними мусульманами. В результате формировалась целая простойка турецкой национальной элиты, которая обогатилась за счет экспорпиации имущества армян и стала в дальнейшем важной частью кималинского движения. Операцией, помню, что жилье у армян, уговорил лично Талаат Паша, министр внутренних дел в Османском Европе. Это к вопросу того, насколько была задействована государственная душа. Теперь к решению армянского вопроса 15-16 годов. В августе 19-го года по совету немцы в турецкие области запретили убивать армян в тех местах, где это могли увидеть американские или другие консулы. В ноябре того же года Джамал Паша пытался отдать под трибунал директора и профессоров немецкого училища Балеппа, благодаря которым миру стали известны многие факты о депортациях и лесне армян в Кирики. В январе 16-го года разозван циркуляр, который запрещал фотографировать тела погибших. К осени 16-го года в мире уже знали о массовой резне армян. По требованию турецкого военного министра Энвер Паши из Константинополя был отозван немецкий посол граф Вольф Ментерлих, потому что молодотылки считали, что он слишком рьяно протестует против резне армян. В Америке президент Вудро Вильсон объявил 8 и 9 октября днями помощи Америке, в эти листы страна собирала пожертвования в помощь армянским беженцам. Февральская революция в России, неудача на Восточном фронте, разложение армии российской сделали свое дело. После Октябрьского переворота русское военное командование было вынуждено подписать перемирие с турками. Воспользовавшись развалом фронта и беспорядочным отходом русских войск, в феврале 18-го года турецкие войска заняли. Эзрум, Карст, Шлида, Батума. После взятия турками Александрополя, ныне Гюмри, турецкая армия разделилась. Часть продолжила наступление в направлении Ереван. Последняя декада 1918 года. В этот период фактически под вопросом находилось само существование армянского народа. Потому что в случае успеха вторжения в Восточную Армению, это бы означало уничтожение последнего национального очага армян. Во всей Армении звонили колокола, призывая народ к оружию. Забыты были партийные распыли, противоречия. Десять суток шли упорные бои в Сардарапате, Каракелисе. Кадровые офицеры царской армии, интеллигенция, байдуки, крестьяне, которые были сполочены яростой отчаянием, сражались. И 28 мая 1918 года Национальный Совет объявил о создании несовесимой армянской республики. 4 июня турецкая делегация на переговорах в Батуми признала независимость Армении в тех территориальных пределах, которые оставались на тот момент от контроля армянских сил. Вместе с Арменией, напомню, независимость объявили на руси Азербайджана. И в тот же день Нурик-Паша стал формировать виза Елизаветполе, Генжан, армию Слау, ядро которой стала 5-я пехотная османская дивизия. И туда вошли отряды каркасских татар, азербайджанцев, дагестанцев. И надо сказать, что османы не скрывали своего намерения присоединения к Азербайджану. Для этого требовалось взять, в первую очередь, Баку, которая находилась во власти Совета. После почти трех месяцев тяжелых боев армян, турок стояла на подступах к городу. Штурм Баку вылился в резю армянского населения, в которой, по самым осторожным оценкам, погибло 10 тысяч человек. Несмотря на продвижение турок за Кавказией, положение Османской империи было отчаянным. Британцы теснили их в Палестине и Сирии, их союзники-мемцы отступали во Франции, а капитуляция Болгарии в сентябре 1918 года фактически означала поражение Турции, потому что прикрывала им связь с Австро-Ленгрией, Германией. И в октябре турецкое правительство подписало со странами Антанты Мудроское переменение, по которому, среди прочего, турецкая сторона обязывалась вернуть депортированных армян, вывести войска из-за Кавказии Килики. После подписания договора Мудроского новое турецкое правительство под давлением общественности начало судебные процессы над организаторами геноцида. В 1919-1920 году в стране были даже образованы церезвычайные военные суды, которые расследовали преступления млада турок. Ну, следует отметить, что к тому моменту вся младо-турецкая верхушка находилась в югах, Талаат, Анвер, Джимал, другие, прихватив партийную кассу, покинули Турцию и в заочном приговорили к смерти, но подверглись наказанию лишь немногие преступники более низкого ранга. Те, кто непосредственно руководил процессами уничтожения армянского народа, впоследствии понесли кару от армянских вместителей, но это тема другая, другая, другого выступления. Летом 1919 года на конгрессе турецкие националисты выступили против условия Мудросского перемирия. Это было движение, которое организовано Мустафой Кемалем, и это движение не признавало за национальными меньшинствами право на самопределение и фактически придерживалось той же политики в национальном вопросе, что и в ладо-турке. Умело воспользовались противоречиями между Францией и Англией, возбуждали национализм курдов, религиозные чувства мусульман, Кемалем сумел собрать и вооружить армию и начал борьбу за восстановление контроля над утерянными территориями Османской империи. Из-за попустительства Франции в январе 1920 года кемалисты начали операцию по уничтожению армян Кирики. После оборонительных боев, которые длились почти год, многие выжившие армяне были вынуждены эмигрировать, в основном под мандатную французам Сирию. В августе 1919 года между султанским правительством Турции и победившими союзниками был подписан сербский договор, согласно которому Армения должна была получить значительную часть Ванского, Эзрумского, Петлийского велоедов, а также часть Трапезумского велоеда вместе с одноименным Польдом. Договор этот остался на бумаге, не только потому, что турецкая сторона не ратифицировала его, но и потому, что кемалисты, получив финансовую военную помощь от большевиков, договорившись с ними о разделе Армении, в сентябре 1920 года начали действия против Армении. Война закончилась поражением республики Армении и сдачей туркам Карской области и Сурмалинского уезда. Поддерживая большевиков, а также Франции, Италии, позволила кемалистам в 2021 году начать успешные действия против греческих войск, которые к тому времени по договоренности с Антантой заняли часть Фракии и часть Малой Азии, западные районы. В сентябре 1922 года турецкие войска вошли в Измирь. Взятие города сопровождалось резнёй мирного греческого и армянского населения города. Армянские, греческие, европейские кварталы города были полностью сожжены. В результате семидневной резни погибло около ста тысяч человек. В 1922-1923 годах в Лазангии в Швейцарии состоялась конференция по ближневосточному вопросу, в которой участвовали Великобритания, Франция, Калибреция, Турция и ряд других стран. Конференция завершилась подписанием серии договоров, среди которых был и мирный договор между Турецкой Республикой и союзными державами, определяющими границы современной Турции. В финальной редакции этого вора армянский вопрос не упоминался вообще. И в заключении. Приведённое выше факта не оставляет сомнения поводу того, что в Османской империи, начиная как минимум с 1877 по 1923 год, а не только в период Первой мировой войны, и тем более не только в 1915 году, при трёх разных, даже враждебных по отношению друг к другу турецких режимов, геноцидальная политика к армянам, по отношению к армянам, притворяло жизнь последовательно и беспощадно. В конечном итоге это привело к полной ликвидации армянского присутствия на большей части исторической родины армянского этноса, на которой он проживал не одно тысячелетие. И даже сегодня, когда Турция и вовсе не угрожает армянской опасности, турецкие власти всё так же последовательно уничтожают следы пребывания армян на территории Западной Армении. Церкви превращаются в мечети или вовсе разрушаются, хачкары пускаются на щебень, меняются даже в общепринятые в научном мире латинские названия животных, в которых упоминается слово Армения и так далее. В то же время последствия геноцида всё ещё ощутимы для армянского этноса, как в геополитическом, психологическом, ну и в других, скажем, планах. Но вместе с тем недостаточно осознанно. Ещё раз повторюсь, что в некоторых СМИ можно частно встретить такое в корне ошибочное утверждение, как геноцид армян произошёл в 1915 году. Это не точность. Следует учесть также, что освещение истории геноцида армян всегда было политизировано, крайне политизировано. Труды советских авторов замалчивали антиармянскую деятельность большевиков. Труды американских и европейских авторов замалчивают неблаговидные деятели американских, британских, французских и в значительной степени немецких политиков и дипломатов. Несвободны от пристрастий и работы некоторых армянских авторов. Турецкие историки в большинстве своём предлагают усилия для отрицания самого факта геноцида армян, очаровления его жертв и оправдания организаторов. Сегодня, спустя сто лет после массового уничтожения армян Османской империи, вопрос осуждения международным сообществом по-прежнему остаётся открытым. В последнее время есть, конечно, определённые изменения. Да, больше 20 государств признало. Готовятся ещё некоторые признания геноцида. Презентация книги Воруджана Восканяна, книга Шлопова. Включение наверх. Воскресение Продолжение следует... 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 И я думаю, что историю армии продолжается в раме с инжерин, то есть в раме вие. И, как говорится о европе, сейчас 100 лет, это не так. Я хочу сказать, что диаспора армия из России У нас очень работает, и не только в мире, но и в мире, не только в мире, но и в мире. В то же время ли у elevate, то есть огромные, много мировых в первой памяти в России, но и в середине 19 и 20-ле, я вам все равно, но и красави Keny, которые очень важны сегодня, которые дадут тон в литературу роману. Это говорит о Петрос Хорасанчян, Штефан Аковян и, конечно, Варујан Возганиан. Варујан Возганиан, который был очень тянер, нэсцут в 1958, а интрат в литературу роману, в 1994, когда ам публикат о карте дэверс, ам публикат о карте дэверсу и о карте дэверсу дэверсу, но варујан Возганиан, что Стридору не а фост луат в сериоз, который был еще раз в масштабе, дерева феологии, публикат сфера литературе. Варујан Возганиан у основов. в основе 2 факултёте, факултата в Економии и факултата в математика. Он был доктор в економии, а фасту министру в финансе в 2006-2007, То есть он, который был в этом доме, но я хочу сказать, что это очень музыкант, очень хорошо, очень хорошо. Но, в начале, он был сезезат, так же, в том числе резервы, и он был считан как дилетант. Но, когда учитывая роману «Карта Шоактелор», то случилось, что случилось, как я сказал, «Умиракол». То есть карта, которая была очень хорошо принятой критикой из Романи. В два года роману получила две недели. То есть карта «Карта Шоактелор», то есть карта «Карта Шоактелор». И это слово «Карта Шоактелор» и «Карта Шоактелор» и «Карта Шоактелор» И это слово «Карта Шоактелор» и «Умиракол», «Карта Шоактелор» и «Карта Шоактелор» и «Умиракол» и «Умирак». Собираем армии. И в рамках и неинтересно, когда мы не почем это воспринимать армии. И в рамках, в рамках, армии, были в рамках древних времен. В рамках жилья, Продолжение следует... Используйтесь, что Роман Баржан Буздальян использует множество документов. Роман не представляет корпус, это артистическая, но документы находятся в романе. Роман Баржан Буздальян Используйтесь, что Роман Баржан Буздальян использует Используйтесь, что Роман Буздальян использует Используйтесь, что Роман Баржан Буздальян использует Используйтесь, что Роман 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 Буздальян использует Продолжение следует...